Доброго дня! Сегодня Олександр Шаталов, власник каварни ЦИПА, озвучит проблемы, которые сейчас хваляют крафтовиков и пивоварев. Проблемы в самом деле есть и передаю ему слово. Вопросы, которые тревожат крафтовую пивоварни и нас, как активную часть этого маленького рынка, их можно разделить на две группы. Первая группа – это проблемы, которые возникли у малых производителей пива в Украине в результате карантина, потому что именно эти производители больше всего пострадали. Именно они основную часть своей продукции продавали в барах, ресторанах, маленьких каких-то кафе, которые закрылись. То есть, по сути, у них забрали возможность продавать. Они часто не имеют доступа в продуктовые сети, в большие супермаркеты. И, соответственно, их сбыт сократился на 90%. Кто-то продавал какое-то количество онлайн. Поэтому они больше всего пострадали в процессе карантина. И сейчас происходит эта проблема. Второй блок вопросов – это то, что мы, активно интегрируясь в европейское пространство, и с точки зрения торговли, и с точки зрения коммуникации, туризма, должны находиться в одинаковых условиях с европейскими производителями малыми пива. А там государства в разной степени в разных странах, но активно поддерживают таких малых производителей. Как и в целом малый бизнес. Поэтому в Европе есть принятая еще в 92-м году директива, которая обозначает, что такое малый пивоваренный завод для Европы. И маленький пивоваренный завод для Европы – это 20 миллионов литров в год производящие. В Украине законодатели по какой-то непонятной для нас причине определили вот этот статус малой пивоварни, де-факто, вернее, де-юре, определили его цифрой 300 тысяч литров. То есть в 66 раз меньше принятой нормы в Европе. Соответственно, мы и говорим о том, что давайте мы синхронизируем наше законодательство, условия работы в нашей стране с тем, как это происходит в самых близких для нас странах. Чехия, Польша, Словакия, Венгрия. То есть кроме того, что мы не имеем доступа к каким-то дешевым кредитам или к каким-то государственным программам, которые они имеют под 2% или под какие-то еще минимальные расходы, связанные с привлечением средств, так мы еще и платим больше, чем они налогов. Поэтому есть два вопроса, которые мы поднимаем перед государством, перед депутатами Верховной Рады, перед Кабинетом Министров и активно коммуницируем и с депутатами, и с министерствами. То есть мы говорим о том, что нужно убрать лицензию на оптовую торговлю для производителей пива, которой нет нигде в мире. То есть ты производишь пиво, у тебя есть лицензия на производство пива, ты имеешь право продавать. Не нужно нас сравнивать с оптовиками, которые дистрибьюторы. Я не знаю, этот бизнес не готов за него отвечать, но если государство хочет, чтобы дистрибьюторы, оптовики платили некую лицензию, не знаю, по какой причине они решили, что это должно быть, но такие лицензии существуют в действительном мире, то производитель, что вина, что пиво, что сидра, не должен платить за право продаваться. Это глупость совершенная. То есть, более того, первое время эта лицензия стоила полмиллиона гривен. И когда стало очевидно, что 80% пива не способны заплатить эту цифру, она огромная, потому что каждая гривна из этих полмиллиона ляжет в стоимость бокала и сильно его увеличит, эту стоимость, тогда законодатели решили, что мы ограничим и сделаем лицензию для малых производителей в 30 тысяч гривен для тех, кто производит до 300 тысяч литров в год. При этом, что это означает? Что они искусственно останавливают развитие малых пивоваров. Потому что, если ты производишь, вдруг ты производишь не 300-350 тысяч, ты уже должен заплатить полмиллиона. То есть, ты сидишь, и здесь два варианта. Либо государство подталкивает уйти в тень, либо подталкивает, что остановись, не развивай свое производство, не расширяй его, не делай больше вкусного пива. Оставайся вот таким маленьким, незаметным и не мешай большим пивоварням тут заниматься бизнесом. Мы против такой позиции и выходим с инициативой о том, что нужно поступательно, мы не говорим, что давайте резко сейчас поставим 20 миллионов. Давайте поступательно проходить этот процесс. Первое, снимем лицензию, которая не должна быть. Производитель имеет право продавать и за право торговать не должен платить. Второе, это сделать льготу на акциз на производство. Во многих странах она имеет разные градации, где-то до миллиона совсем нет, где-то 50%. Здесь нужно дискутировать. Мы предлагаем о том, чтобы сейчас в процессе карантина и после выхода из этого карантина государство для малых пивоваров сделало льготу до миллиона литров на оплату акциза на производство. Что это такое? Это по большому счету такая прямая честная дотация каждому производителю. В зависимости от того, сколько ты производил. То есть маленькому меньше, чуть крупнее больше. Для чего нужно ставить эти деньги на предприятия? Для того, чтобы они сохранили рабочие места. Это первое. А второе, многие пивар не развиваются. И вот как мы, например, да? То есть мы потратили огромные ресурсы для того, чтобы построить этот завод, создать новые рабочие места. И завод еще требует инвестиций. Мы говорим, не надо нам давать какие-то там дотации. Вот оставьте нам эти деньги. И мы за эти деньги не просто сохраним рабочие места, мы создадим новые рабочие места. Рабочие места с высокой добавленной стоимостью. Потому что мы платим акцизов, не акцизов, а налогов на литр пива значительно больше, чем крупный производитель. И НДС, и налогу на прибыль. Соответственно, это первый шаг. Второй шаг, когда государство увидит, что это очень эффективное решение, когда происходит активная детенизация этого сектора, когда мы динамично развиваемся, потому что мы мотивированы, мы креативны, да? Вот те, кто занимается этим крафтовым пивоварением, мы очень быстро начнем развиваться и больше будем платить налогов. И на цифрах покажем, что это решение правильное. После этого перейти и увеличить этот порог для малых пиваров до 2 миллионов литров. И тоже, соответственно, сделать льготу на акциз. И таким образом мы синхронизируем свою деятельность с такими же предприятиями в Венгрии, в Чехии, в Польше, в Ирландии, в Италии. И, соответственно, будем конкурентными на этом рынке. Поэтому здесь вопрос не, скажем, мы не просим сделать нам что-то особенное. Мы просим создать нам одинаковые условия с нашими соседями. Если мы хотим, чтобы наше пиво там тоже конкурировало, наше пиво туда ехало и завоевывало рынки, а мы видим, что там уже как минимум 3-4 пивоварни украинские на таких значительных международных конкурсах получают весомые награды. И Правда, и Варвар, и мы в том числе, и тот же Ващук, я не помню, Альбир он был тогда или нет, по-моему, как самостоятельно. Кто-то еще, Дудлер, да, получил тоже награду в этот раз. Поэтому, в общем и целом, украинское пиво достойное, оно готово идти на европейский рынок, но нам нужно создать такие же условия, как и там, и тогда мы будем конкурентными и эффективными. Поэтому мы сейчас активно этим занимаемся, в разные инстанции обращаемся, работаем с депутатами двух комитетов, и к нашему позитивному такому удивлению. Они, во-первых, многие пили наше пиво, но я имею в виду наше, не только ЦИП, но и там, и Варвар, и Правду, и знаю других производителей, с хорошо и добро к нам относятся. Да, есть какой-то диалог, и мы же говорим там о государственных деньгах, о налогах, это всегда непростой разговор. Но мы видим позитивную реакцию, мы верим в то, что мы чего-то добьемся. И сейчас вот этот пакет законов, который готовится по поддержке украинской экономики после кризиса, там разные отрасли будут включены. Уже одна из правок наших в этом законе есть. И надеюсь, что мы ее дорозовьем и сделаем так, чтобы молодые крафтовые пивоварни украинные получили такой свежий глоток воздуха, и вместо того, чтобы уйти в кризис после этого карантина, наоборот, набрать новые высоты. У нас есть такая общность, назовем, незалежные пивоварни Украины. Такие же ассоциации, организации существуют в Европе, в Америке. И, собственно, незалежные броварни или независимые пивоварни. И есть такое определение в директиве ЕС, поэтому мы взяли это название для того, чтобы синхронизироваться, в том числе с международными стандартами в этом направлении. На данном этапе это 13 пивоварен, которые инициировали создание вот такой ассоциации. Ну и, в общем-то, каждый занялся каким-то своим направлением. Мы там сейчас с Юрой Застауным как раз активно занимаемся процессом коммуникации с властью. И нам кажется, что очень важная сейчас задача на этом этапе. Поэтому остальные коллеги тоже включаются по разным направлениям. Поэтому мы, скажем, для себя определили, что для нас важнее не формальные там и не бюрократические процессы, а некие реальные действия, которым мы пытаемся наполнить жизнь вот этой общности, которая называется «Назалежная броварня Украины». Какие счастливы стало такой рисковой? Ну, у нас еще появился уже такой торговый знак общий, который нас объединяет «Назалежная броварня». Он есть и в Америке у таких пивоварен крафтовых, есть во Франции, ну во многих странах. Это как бы некая отличительная черта или знак, который мы будем ставить на своих этикетках для того, чтобы обозначить, что это пиво сварено пивоварней, которое разделяет определенные ценности, которые нас объединяют. Это первое. И мы будем такое совместное продвижение этих идей и ценностей реализовывать. Коммуникация с международными ассоциациями и участие в различных международных конкурсах дегустационных для того, чтобы представлять страну, потому что каждый по отдельности пивоварней, возможно, сложно участвовать, ехать, доставлять туда. А будет и выход на зарубежные рынки? Да, в том числе и выход на зарубежные рынки для тех, кому это интересно. Поэтому как бы некий стандартный на самом деле набор для деятельности такой ассоциации. Вы собираетесь вы получать деньги, может, для грантов, для того, чтобы сприять технологическому удосконалению валюты? Вы знаете, ну... Вы, наверное, завод, а инсима, вы тоже хочете, а вы можете? Ну, я думаю, что кто хочет, тот обязательно может. Тут вопрос не в масштабе производства и не в уровне технологичности производства. Желание пивовара варить хорошее пиво. Мы знаем массу примеров, когда, в общем-то, достаточно примитивном оборудовании люди делают прекрасные продукты, поэтому тут не это самое главное. Мы... У нас, скажем так, на данном этапе такой опции, как работа с грантовыми программами, нет. Мы все-таки больше бизнесмены, чем общественники. Но не исключаю, что такая... То есть, если появятся внутри нашей группы люди или команда, которым это будет интересно, то они этим будут заниматься. Мы определили, что вот у нас есть направления, которые кому-то интереснее заниматься продвижением, кому-то интереснее заниматься лоббированием, кому-то интереснее заниматься коммуникацией с международными структурами похожими. Поэтому пока у нас такой опции, как привлечения грантов, не было. Ну, не исключаю, что она появится. Еще одно питание. Включаемо о профессии и ассоциации берут на себя тоже важную роль с навчанием. Профессийное навчание и достанавливание. Что думаете, вы занимаетесь? Да, это вот одна из задач, которой мы хотели бы заниматься. И есть идеи, что нужно по этому поводу сделать. Как раз вот в контексте развития наших пивоваров, тех людей, которые у нас только начинают работать или хотят развиваться. В каждой пивоварне есть такие команды. Это и вопросы микробиологии, лаборатории. Это и вопросы специфические по работе с бочковым пивом. Под эти программы есть интересные специалисты, которые бы хотелось привозить. И для них вот такие специализированные делать семинары. Ну, а мы, с моего боку, выполним вам свою информационную поддержку. Журнал «Bear Technologies Innovation» и наши проекты. Сайт, форумы, форумы и т.д. Супер, класс. Так, и давайте спервацемать. Обязательно. Сайт, форумы, 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 форумы и т.д.